Кукла Масленицы в Захаровой непростая. Вы не поверите, но каждый год ее наряжают в настоящую шубу. На этот раз в лисью. Говорят, очередь из девушек, желающих поделиться с Масленицей Мариной своей шубкой, растянулась уже на несколько лет. Под стать главной кукле и вся праздничная поляна. На ней разместились десятки развлечений на любой вкус. Ярмарочный столб, куда же без него, позволяет не только получить подарок, но и покрасоваться перед всем честным народом удалью и удачей. Живой уголок с прелестными козочками и кроликами, карусели и банные забавы, интерактивные площадки, бесконечные торговые ряды. В ожидании приезда Масленичного поезда с главой района распорядителем на поляне выступает Гедемина Сторонда. Одновременно он готовит и контракт Андрея Иванова с Масленичным королем. Сначала он подписывает контракт с главой, что Масленица, он возглавляет Масленицу, что обязательно придет весна, краса. Потом он дальше берет куклу-марену, ставит на крепость. Ему там так нравится, что он говорит, весна не придет. И начинает просто нас обманывать. Народ возмущается и говорит, долой короля! А он говорит, весна не придет, сегеть короля! А он говорит, не придет весна. И тогда все идут на штурм крепости, берут короля в плен, ведут его на казнь. Пока Масленичный король вынашивает свои коварные замыслы, на платформу Захарова от Белорусского вокзала прибывает спецпоезд с главой района, вип-гостями и артистами. Лицом Захаровской Масленицы в этом году стала замечательная певица Вика Цыганова. Дальше мы с вами знаем, что уже начнется Великий пост. Это у нас последний день, когда можно действительно погулять хорошо, развлечься и вкусно покушать. Поэтому сегодня мы практически целый день здесь этим будем заниматься, вместе с нашими гостями, жителями. Очень много приезжает к нам в гости из Москвы, других городов и регионов России. Даже в этот раз приехали гости из других стран. Мы очень этому рады. Парковка битком, поезд тоже был полный. И мне кажется, с каждым годом это количество людей все больше и больше. Что нас очень радует, мы всех ждем. И давайте гулять! Вместе с главой из праздничной сцены зрители приветствовали самые известные и уважаемые жители и гости нашего района. Символично, что центральную Масленицу всей Московской области отмечают именно на Пушкинской поляне. Кто как не Пушкин умел праздновать русские праздники, умел праздновать Масленицу. И это не просто проводы зимы, это наш с вами весенний праздник. И что самое главное на Масленице – это блины. А на что у нас похож, блин, на солнце, которое яркое и которое будет теперь нам светить все ярче и все дольше. Пусть в каждом вашем доме будет солнечно, будет счастье, радость, любовь, здоровье. Масленичное гуляние стартовали с песен Вики Цыгановой, которая сразу сумела задать веселью нужную тональность и настроение. Не удивились в Захарова и приезду китайских товарищей. Ведь в 2018-м Восточный Новый год практически совпал по времени с нашей Масленицей. Вместе с Андреем Ивановым размах Захаровской поляны оценили и гости праздника. Здесь можно было попытаться самостоятельно испечь блины. Прикупить сувениров, прокатиться на олене или собачьей упряжке, попробовать себя в роли стрелка из лука или кузнеца. Вы знаете, уже 18-й раз в Захарово происходит Масленица. Пользуется огромным успехом, огромной популярностью у жителей не только Однесовского района, но и у москвичей и ближайших районов. Это, наверное, самая большая и продолжительная Масленица в Московской области. Кстати, и, наверное, самая интересная в Московской области наша Захаровская Масленица. Почти без перерыва на сцене и рядом с нею продолжалось праздничное действо. Битву хоров и оркестров сменили кулачные бои, а затем в центре круга оказалась ведущая сваха России Роза Сибитова. Одним из важных моментов праздника стала и выставка картин знаменитого русского путешественника Федора Конюхова, которую на Одинцовскую Масленицу в качестве еще одного подарка привезли Вадим и Вика Цыгановы. За моей спиной картина Федора Конюхова. Это уникальный наш русский путешественник. Он священник. Я могу сказать, что в его роду было пять месточтимых святых. Он все это делает для России. И эти картины можно будет увидеть. Мы, конечно, будем делать большие экспозиции, чтобы народ понимал, что Федор Филиппович не просто великий путешественник русский, но он еще и великий художник. Потому что Россия должна пополняться сокровищами талантов. И эти таланты должны транслировать миру все богатство. Праздник тем временем шел своим чередом. Как и предупреждал Генемина Старанда, коварный масленичный король занял снежную крепость и не собирался отдавать народу Масленицу-Марену на сожжение. Главными осаждающими стали курсанты МЧС. Очевидно, им меньше всех хотелось, чтобы зима задерживалась надолго. Лихим натиском они захватили цитадель короля, хозяина казнили, а куклу отдали на сожжение. Дорога весне в Одинцовском районе теперь расчищена. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.